Всем привет! Это видео я посвящаю своей коллекции сумочек. Я наконец-то до них добралась и некоторые обнаружила, очень удивилась, что они у меня все еще есть. Ну, я думаю, что сумочки и косметички это тоже сумочки. В общем, начну я, пожалуй, вот с такой сумочки. Она у меня с незапамятных времен, может быть, с 2008 или 2007 года мне ее подружка тогдашняя привезла из Москвы. Просто такой своеобразный стеб. Вот такая вот ленточка, она такая в стиле хиппи, с листиком, сами понимаете, чего. И вот здесь вот было отделение под кармашек. На самом деле там уже вот такая вот пустота и вот такое большое отделение. Кармашек был из такой тряпочки, которая все время порвалась. Там было что-то вот по типу, что это такое, я не помню. В общем, вот такой хренатенький. Ну и сумочку я долго носила, была даже фотосессия. Мне моя однокласска делала с этой сумочкой. Если вам интересно, я просто дам ссылку ВКонтакте на альбом. И я все хочу там подшить как-то, сделать этот, чтобы был вот этот кармашек возобновить. Но что-то все руки не доходят, но она такая хипповская. Раньше-то из такой ткани были и такие покрывашки. Там давно в Советском Союзе, я в своем детстве помню, у меня такое было, но... Несколько другого цвета, но похожести уже такое же вот. Вот такая вот сумочка у меня. Вообще прикольная. Летом ходить там чуть набить, и она довольно много выдерживает. Учитывая, если я, допустим, ходила к тетушке, она любила мне там какую-нибудь заготовку летнюю на зиму засунуть в эту сумочку. Ей было пофигу. Выдержит сумочка, не выдержит, но вот эта сумочка выдерживала. Так, теперь у меня косметичка, которую я как-то показывала, мне кажется, в одном из обзоров, если я ничего не путаю, а может быть и нет. Это Гринмамовская косметичка льняная. Тут раньше был цветочек. Ну, цветочек, в смысле, тоже такой тряпочный. А вот, кстати, этот цветочек. Ну, потом он отвалился благополучно. Этой косметичке столько лет, сколько они живут, как я выражаюсь. То есть, точнее, этой косметичке, ну, я ее, кажется, в 2011 году заказывала. Тогда еще была куча всяких разных косметичек. Вот такой вот цветочек, он был вот так где-то навешанный. Довольно удобная косметичка. Я хотела взять самолет, но в самолет она бы не прошла именно из-за этой тряпочки. А так сюда входит, ну, что бы такое. Вот этот тоник и фрошевский. Вот он, в принципе, чуть-чуть не помещается. Но какой-нибудь крем для рук. Вот, к примеру, этот же Гринмамовский, который скоро закончится и отправится в пустые баночки. Он вполне сюда влезает. И даже флакончики на 100 мл Гринмамовских кремиков тоже сюда очень хорошо входили. Вот так вот. А еще прикольно ее взять с собой в деревне, если катаюсь на велике, повесить нарус. Тут телефон, там ключи всякое, по минимуму положить. И очень удобно. Такая вот у меня косметичка. Это уже немножко потемневшая косметичка. Это я заказывала на сайте Клубника года 4 назад, мне кажется, уже. Когда я заказывала набор, Элизабет Арден, там был туалетка 50 мл, потом гель для душа и крем для тела с медовыми вкраплениями. Это все было вот в такой косметичке. Довольно, кстати, тоже удобная. Вот только я сейчас поняла, что кажется, вот это все-таки нитками тут так обшито. И тут, соответственно, внутри пластик. Вот такая вот. Еще у меня косметичка-сумочка немножко уже порвалась, потому что я ее больше использовала в деревне, под всякую мелочевку, также на велике. Вот такая зеленая, я не знаю, это натуральное что-то или нет. Это от Ифраше. Шлакается в довесок к каким-то там гелям. Вот такая небольшая сумочка. В принципе, детям каким-нибудь там лет 5-7 такую можно отдавать. Ну, конечно, в новом виде, а не как она сейчас есть. И вполне так нормально подойдет под сумочку. И такая же, но, мне кажется, она чуть пораньше у меня была куплена. Точнее, попала в подарок вот такая вот розовая, тоже от Ифраше. И тоже такого же похожего типа. Только что розовая. И более, в лучшем виде она у меня сохранилась. Такие две маленьких сумочки-косметички. Так, еще у меня большая такая косметичка. Похожая на сумочку даже. Только она у меня тут малость пожелтела. Но она у меня лежала в огромной сумке, до которой тоже потом дойдет дело. Это у меня было от набора, если вы в курсе таких духов и франшерских, цветочек на дисках. Причем, лимитирована коллекция, кажется, 12 или 13 года. Тут такой вот цветочек. В нее можно даже положить и другую какую-нибудь косметичку, что в ней, в принципе, лежало у меня до этого. Очень удобная. Так, куда-то поехать, и много всего сюда положится. Вот. Так, это у меня сумка, которую мне шила на заказ. Женщина, которая училась с моей мамой в школе. У меня мама вообще шикарно шила. Но женщина, конечно, не в сравнении идет с мамой, но тоже ничего так вот. Вообще, эту сумку у меня все тетушка пытается выкинуть. Она у меня где-то лежала. Я думала, что она действительно уже выкинута. Тут такая липучка. Это типа летняя ходить на пляж. И тут был кармашек под телефоном. У меня на тот момент была Nokia 3310 кирпичиком, и она туда очень даже входила. Вот, я думаю, будет видно. Она тряпично-джинсовая. У меня из подобного материала был костюм сшит тоже на заказ. Кажется, джинсы и какой-то такой пиджачок, жакетик или что-то в этом роде. Ну и тут вроде как не сделана руками. Она любит пришивать это в мадам какие-нибудь такие бирочки. Якобы сделана там не руками, в общем. Так. Сейчас я покажу свою сумочку, с которой я хожу уже больше года. Я ее покупала в центре или центре обуви. Я точно не помню. Так, это вот такая вот типа рюкзачка. Тут ручка. Ее можно увеличить, уменьшить. Под золото такие фигнюшки. Ну, вот это у меня уже, конечно, ободралось. А конкретно так, причем быстрее, чем я ожидала. Но она довольно прочная. И, в принципе, в ней можно что-то тяжелое таскать. И влезает зонтик, минеральная вода, фотоаппарат, на который я записываю. Потом кошелек. Вот этот вот кожаный, сделанный в Австрии. Красная кожа. Я его покупала почти два года назад, перед тем, как поехать в Хельсинки. Кстати, заодно покажу. Тут куча отделений. Ну, я думаю, ничего такого, что тут увидятся мои какие-то эти карты дебетовые. В общем, очень много отделений. В основном я под кредитки брала. И вот, ну, чтобы, в смысле, не кредитки, именно карты туда всякие входили. Вот тут отделение под мелочь. Ну, и там, соответственно, два отделения уже под все остальное. Плюс еще куча всяких маленьких отделений внутри. И, в общем, вот это вот все. Плюс еще какая-нибудь мелочь, там, ключи, расческа, прочее, прочее, прочее. Все это помешается вот здесь. Вот так оно выглядит в распущенном виде. Там внутри кармашек под телефон. Кармашек чуть побольше. Это оба нашивные. И один на змеечке, в который может влезти паспорт и что-нибудь такое побольше, чем формат паспорта. Вот такая классная сумочка. Она мне очень нравится. Ну, соответственно, она, конечно, не кожаная. Хотя кожаные вещи у меня тоже есть в коллекции. Такс. Это косметичка. Или мини-холодильник от Ифраше. Очень, кстати, удобно, если ехать куда-то. Не как вот в самолете, а как я, допустим, ездила в Беларусь или еще что-то. Положить там какой-нибудь бутербродик. И потом через какое-то время его скушать. И, допустим, если бутербродик с сыром или с колбаской, то он действительно, эффект холодильника сохраняется. Вот такая вот вещичка. Так. Еще одна штучка от Ифраше. У меня еще была к ней в довесок полосатая розовая косметичка. Но я ее подарила Женьке. Потому что, в принципе, она мне как-то не нужна была. Она такая по типу пенальчика была. Вообще у меня, по-моему, таких косметичек в свое время было такого формата от Ифраше очень-очень много. Я дарила и подружкам. И так у меня кто-то их забирал. Ну, в смысле, что вообще на подарки очень много кому ушло. Сейчас у меня, правда, здесь виден контейнер, который, кажется, как-то в самых своих первых видео, именно в видеообзорах описывала, показывала. Тут как раз вот он держит форму. И вот здесь находится. Очень довольно такая хорошая косметичка. Я ее часто беру с собой летом в деревню. И вот все, что самое необходимое, что понадобится за 3 месяца летом, даже больше. Вообще просто про запас вот так положил. И все довольно так хорошо, гармонично, компактно лежит. Так. Это я все складываю по канапу, потому что у меня еще на кровати, возможно, видно, там фоном лежит другая часть этих сумочек. Это у меня рюкзачок. Была, кажется, еще краса сумочка, но все большие сумочки, которые мне приходили, это фроши, я чаще всего дарила Женьке. Потому что она любит, сходит с ума по сумочкам, а мне просто, если приходили в подарок, уже хочешь, не хочешь, подарок пришел. Мне оно не особо надо, я просто раздаривала их. Ну, в основном доставали со Женьки, именно сумочки большие. Вот такой рюкзачок, это летом ходить на пляж и под, так сказать, под этот самый, под купальник мокрый. Тоже, соответственно, и фрошевский. Так, это я шила сама, потому что у меня когда-то, это рюкзачок вообще, из того же материала, что я на рак, который как-то был на мне в видео. Это мама мне шила рюкзачок когда-то в детстве, джинсовый, я не знаю, у меня где-то, надеюсь, он все-таки лежит, и моя тетушка, в виде сущего, все-таки не выкинула. У меня родня любит так, это все мои шмотки выкидывать, нужные, ненужные, хорошие или не очень, но на их взгляд они не хорошие. И я сшила по выкройке мамы вот такой рюкзачок. Тут, ну, я даже не помню, сколько мне было, но по-моему-то было. Да, там некоторые девочки, которые меня обсуждают, богиня, привет! Я так хотела вам написать что-нибудь, потому что, ну, сначала интересно было, вы там обсуждаете, обсуждаете что-то в точку, что там нет. Больше, конечно, нет, но раз уж вы так про меня вспоминаете, я, конечно, зарекалась про вас не вспоминать. Но аварию я попала в 15 лет, 8 октября 1999 года. Считайте, родилась я 14 февраля 1984 года. В общем, сшила я его, кажется, лет 16, потому что уже, по-моему, после мамы, ибо анорак мне дошивала уже мамина подруга другая Лена, но по ее выкройке. И, в общем, вот такой рюкзачок. Я знаю, что вы меня будете потом обсуждать. А я так люблю почитать про все это. А еще я жду ссылок на всякие разные мои странички, где вы меня на гуглите. И да, спасибо за пиар. В общем, вот здесь вот я не помню уже, откуда я это все брала. А, да, в детстве я коллекционировала пуговицы. У меня было где-то полтора литра. Если так взять на банку полтора литровых этих всяких пуговиц, и где-то они у меня еще лежат. Где-то конкретно хорошие у меня уже пользуются. Ну, там родня запользовала. Какие-то просто так всякие интересные, они еще остаются. И вот если мне все-таки руки донесут, или творчество клюнет в одно самое интересное место до шитья, потому что в детстве мне нравилось и вязать. Правда, с писами и крючком у меня получалось исключительно круглое и сшить, то, может быть, я еще что-нибудь сошью. Вот такой, значит, тут кармашек. Мой кулак сюда влезает, и еще остается место. Тут оно на кнопочке у меня. Тут тоже на кнопочке. И вот сейчас я узнаю, потому что я сама уже не помню. Я его тут перед вами выворачиваю. Кстати, сшила все это руками. Своим любимым швом. Вот этим вот. Я не помню, как он называется. Но по труду, если кому интересно, у меня было пять. Правда, класс у нас был такой специфический. И когда я сшила свою первую юбку, девочки нам сказали в нашем классе, а кто придет в юбке, тому писец. Ну, соответственно, юбку я из-за того, что, если уж на то пошло, откровения такие в шестом классе меня гнобили, потому что я была очкариком и хорошо училась, лучше, чем девочки, которые носили мини-юбки и красили свои морды лица очень-очень ярко. И потом директор или кто-то из учителей брал за шкирятник и лицом полоскал в раковине. Ну, соответственно, в общем, не любили некоторые девочки. Вообще дети, грубо говоря, бывают злыми. Это и так всем известно. И, соответственно, эту юбку я одела только уже после школы. Хотя была миниатюрная и, в принципе, юбка на меня налезала. Она у меня до сих пор где-то лежит. В общем, вот такой рюкзачок. Он мне нравится. Я даже рада, что он еще у меня живой. И, в принципе, в таком еще приличном виде. Может, что-нибудь туда положу и как-нибудь куда-нибудь в нем выпрусь летом. Так-с. Еще у меня тут сумка. Я ее нашла. Я очень удивилась, что ее нашла. Я уже забыла, что у меня такая сумка есть. Я не помню, то ли я ее сама покупала, то ли мне ее дарила родня. Потому что у меня это сумка из медведка. У меня подобная сумка была с кошкой. Вот сумка с кошкой такая шикарная. Юлька, которая, возможно, меня смотрит. Если я ей ссылку дам привет тебе, Юлька, если будешь меня смотреть. Она эту сумку с кошкой помнит. Ну, в общем, сумка с кошкой всем нравилась. Я хотела потом повторно купить эту сумку с кошкой, но уже такой именно сумки с кошкой я не видела. Только на сайте у медведского я видела. В общем, такая сумочка. Тут, значит, ремешок такой. Я так поняла, что ее можно носить вот так, но вот так я никогда не носила. Тут уже немножко пообтесалось у меня. Так, вот с этой стороны у нас кармашек. И, кстати, еще дырочек и ямочек нет. Ну, в смысле, не порвалось ни в каком месте, только совсем чуть-чуть пообтесалось в районе ручек. Вот. Поближе покажу. Надеюсь, видно. Потом внутри тут кармашек нашивной под телефон и кармашек на змеечке, похожий, как вот сзади. И такое большое деление. В общем, классная сумка. Она мне нравилась. Я рада, что она еще жива. И закрывается она помимо змейки еще вот на такие магнитики. Вот где у меня пальцы, там как раз магнитики. Вот такая сумка. А дальше пошли у меня раритеты. Красная кожаная сумка. Я ее покупала в свое время уже сто лет назад на какой-то растаможке, когда, в общем, по знакомству даже у моей двоюродной сестры, у подружки родители занимались всяким таким барахлом, мягко говоря. Вот тут стразики, которые до сих пор еще не отвалились. Ну, и тут то же самое. И да, там кто-то у меня вякл как раз на этой богине. Богиня снова привет. По поводу подделки Долча Габбана на самом деле не подделка. Хотя вы, конечно, не верите и вы будете настаивать на своем, но да благословит вас. Ладно, не буду этого говорить. Благословит вас какой-нибудь Бог, в который вы верите. Вот здесь у нас карманчик. Вот здесь еще отделение. Вот здесь отделение внутри посередине на змеечке. Потом еще отделение и еще отделение. Ну и что у нас в сумме? Раз, два, три, четыре, пять. Пять отделений. Я вообще люблю кармашки в любом их виде. Вон тут какой-то бренд, соответственно, я вообще не без понятия, что это, но этой сумке около 15 лет, наверное, уже. Может быть, чуть поменьше. Ух ты! Прикиньте, не поверите, я тут рубль нашла. Сейчас скажу, какого года. 2005. Ну да, в 2005 я с ней ходила иногда. Ух ты! Я богач! Интересно, что обозначает найти рубль? Так, в общем, вот такая сумочка. Я однажды чуть было с ней не рассталась по меня, но что-то меня Юлька, еще Юльке пыталась ее послать, предложила, потому что она искала маленькую какую-то сумочку. То ли она хотела розовую, то ли, в общем, в результате меня жаба задушила, и она меня, по-моему, уговорила оставить ее себе. Б-Б-О-ЛИ-НИ. Не знаю, что за болезни, но то, что она кожаная, это да. И вот такая вот маленькая. В нее, конечно, мало что влезет. У меня тогда еще был ревеновский большой кошелек, такой широкий, с символикой зодиаков. Ну, вот у меня помещался кошелек, этот фотоаппарат, по мелочи чего-то там, и все. Такая сумочка. Еще у меня есть зеленая сумочка, тоже кожаная, тоже примерно от того времени купленная. И я к ней тогда, помню, покупала зеленые перчатки, которые у меня бабушка называет летними, потому что в них, ну, можно ходить только зимой. В смысле, весной, но они такие очень-очень... Ну, никакие, в них не холодно, не жарко, вот. В смысле, если зимой, то в них рыбки, конечно, замерзнут. А так майские такие перчатки в мае, может быть, в холодном мае, когда там кажется, черемуха цветет и все холодает, вот тогда в них очень даже хорошо. Но я сейчас за ними не полезу, потому что они у меня где-то там в недрах шкафа. Шкафа. Так, вот, значит, его можно увеличить, этот ремешок, в отличие от того. Здесь ее не увеличишь. Здесь можно увеличить. Такая вот бряшечка. Тут на магнитике. В этой сумочке, по-моему, только два кармашка. Да, вот такой вот на змейке, внутренний, ну и просто отделение. Ведь, представляете, перед этим проверялась, а карманом сумок никаких рублей не находила. Прям бог какой-то мне послал кусочек сыра. В общем, такая классная зеленая сумочка. Вообще, два моих любимых цвета. Ну, вообще, у меня много любимых цветов. Так, теперь перехожу снова к сумке Ифраше. Это большая сумочка. Вообще, вот в холодном виде она. Я с ней ездила однажды, кажется, первый раз в Карелию. Я с ней ездила. Точнее, первый раз, когда я ездила с тур фирмы Ярубл Тур. Это была как раз вот в 12-м году после моего диплома. Сама себе подарок сделала и поехала в Карелию. И вот с этой сумочкой вот здесь вот такое отделение. Там можно так вот открыть совсем до конца. Видно было. И вот сюда что-то положить. Там овуфель, еще что-то. А можно даже не открывать и просто без него. Ну, просто знать, что здесь вот есть вот такое отделение. Потом вот такие кармашки на липучках. Кстати, вот она сама по себе какая. Потом вот здесь у нее еще ручки. Можно или за ручки, или на плече. Ну и внутри, соответственно, просто большое отделение. Ну, вполне такая удобная сумочка. Мне кажется, кто-то ее даже из знакомых родней брал тоже в роли сумочки там куда-то поехать. Вот. Так. Это сумочка, которую у меня тогда все видели. Ну, кто смотрел, смотрел, то видя, с которой я ездила в Калининград. Сумка-рюкзак. И вот когда она набитая битком, ну, может, практически битком, она довольно выдерживает, ну, килограмма четыре она точно выдерживала. Ничего с ней не случилось. На мое счастье, я тоже покупала ее в Медведково. И когда вот эти боковые набьешь, ну, положишь что-то, еще что-то, еще что-то, она действительно приобретает форму рюкзачка. И очень удобно. Я ее носила на плече. Ну, видео, которое я перед этим выложила вот Дюна Эфа, как раз с фотографиями, там есть пара фотографий меня на мою музыку. Ну, и вот там видно как раз эти ручки этой сумочки. Можно носить за ручку, можно носить на плече. Единственное, на плече это придется тогда чуть-чуть убавлять рюмешок, потому что она где-то ниже нижнего полушария мозга находится и не совсем удобно. Особенно, если она сильно набит. Ну, что-то тяжелое в ней такое есть. Вот такая вот сумочка. Я ее не буду так сильно размусоливать, потому что в другом видео я, кажется, ее полностью показывала со всеми ее кармашками. Кажется, со всеми мостями кармашками и отделением главным. И 10 вот таких кармашков. Это мечта про Малюли. Так. Хотела ее показать в самом конце, но она мне сейчас попалась первая. Эта сумка тоже и фрашевская. Очень хорошая и по качеству. Вот сейчас сумки, которые фраши подарок дают, они немножко все-таки изменились по качеству. Там вот одна сумка, и вы поймете, о чем я говорю. В общем, вот такое отделение вот здесь. Вот она такая. Большая, да? Больше, чем желтая. Вот здесь. И сегодня я обнаружила, не поверьте, хотя я с ней тоже уже куда-то ездила. Кажется, мы с Машей деревья в Кострому я ее брала с собой или еще куда-то. Внутри есть отделение. На змейке. Большое. Вот, надеюсь, его видно. Вот такое огромное отделение. На змейке. Вот здесь отделение под телефон. Я думаю, он даже влезет в мой вот этот вот, который сенсорный. Вот здесь еще одно отделение, тоже приличное. Ну и сама по себе она вот такая большая, вместительная. Последний раз у меня брала ее тетушка. Кажется, она ездила в Питер с моим племянником, соответственно, ее внуком. Потому что я нашла в кармашке вот здесь вот такую бирочку там с фамилией и номером моей тетушки. В общем, у меня в этой сумке в основном лежат те сумки, которые я до этого показывала. Практически все. Места вроде как занимают меньше и вообще очень удобно. И да, она тут на кнопочке. Там-то были желтенькая на липучке. Так, вот такая сумочка. Сейчас мне, наверное, придется все-таки встать. Так, даже не пришлось. Это у меня сумка под ноутбук. Я ее покупала, когда училась в своем Педе. Кажется, в 2011 году. Да, в 2011 году. Потому что у нас там получилось так, что пришлось приобретать ноутбук. Вот, задеть деление. Вообще, очень удобная сумочка. Так можно носить. Можно, соответственно, плечи носить. Тут фигня, которая, типа, там не натирать что-то. Она не натирает. Ну, я не знаю, натирала она, не натирала я уж не понял. Так, вот здесь просто такой рисунок. Вот здесь нарисуемое деление. Довольно вместительное. Потом такая двойная смеечка. Сейчас я ее расстегну. Вот здесь вот эти спички, они отъявляются полностью. и ложатся, соответственно, сам ноутбук. Здесь липучка просто. Ну, и она тоже отрепляется и поддерживает, как бы вот, сдерживает. Очень удобно помещается и маленькая мышка, и само это зарядное устройство для ноутбука, и, соответственно, сам ноутбук. Вот здесь у нас еще одно отделение. Здесь три отделения под ручки. Ну, и что-нибудь такое под кредитку, визитку или еще что-то такое небольшое. Вот такая сумочка. Мне очень она нравится, очень удобная. Я, правда, сейчас редко куда-то таскаю свой ноутбук вместе с собой, но если вдруг куда-то там соберусь, то, соответственно, ее использую. Окс. Еще одна сумочка времен зеленой и малиновой. Тут очень много отделений. Тоже примерно в том же месте покупала. она, конечно, нифига не кожаная. Она какая-то из какого-то материала тряпочного. Это тогдашняя мечта с кучей кармашков. Вот кармашек. Вот здесь. Вот, кстати, вот это никакие не клапаны, это кармашки. Вот кармашек. Вот кармашек. В них я пока денег не находила. Она сама на липучке. Вот такая вот. Вот здесь три отделения под ручки. Так, еще отделение. Еще отделение. Отделение под телефон на липучке закрывается. Просто отделение. Отделение на змеечке. Такое классическое для таких сумочек, да? Еще отделение. И отделение внутреннее. Кармашек вот такой. У меня тут какая-то, какой-то чек на 273. Вот, не поверите, 20 ноября 2011 года на 16-17. Что я покупала, я, соответственно, уже не помню. В общем, посчитаем кармашки и отделение. Все вместе. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать отделений. Я считаю, что это нормально. Такая вот прикольная желтая сумочка. Такс. Тут, ну, вот такая вот сумочка. Вот эта фигня, конечно, это не родная, это мне Женькина сестра подкинула в каком-то там году. Эту сумочку я покупала вместе с тем красным кошельком. У меня тогда была Машина карта скидочная, плюс еще у меня был купон какой-то, который Маше дали, просто чтобы он не пропал. И, соответственно, вот эта сумочка мне вышла просто по скидке. Кошелек у меня был, вся покупка у меня была на 2600 где-то. Сумочка стоила 400 с чем-то, а кошелек почти 200 или 2200, как-то так. Причем, когда я покупала кошелек, я была уверена, что он обычный, а не кожаный, и что нормальные кошельки столько и стоят, а потом, когда я пришла домой. Кстати, фотоаппарат стоит на коробочке как раз под этого кошелька, как раз я обнаружила, что там на коробочке написано Австрия, красная кожа, натуральная, то есть 5-я, 10-я. Вот тут вот такой кармашек под телефон. Еще кармашек просто так. Вот такое общее отделение. И еще довольно большой такой кармашек. Хоть что-нибудь. Ну, тут 4 кармашка, 4 отделения. Я ее как раз вот ездила, кажется, да, я с ней ездила как раз в эту свою поездку заграничную для меня первую. Как раз обновляла загран в Хельсинге. Ну, вот Таллинн там был, Раквери, Нарва, соответственно, и Хельсинки. И вот она такая была. Сюда входит водичка, полулитровая, потом зонтик, и франшинский небольшой, ну, этот фотоаппарат, кошелек, куча всякой мелочи. Очень удобная. Когда у меня окончательно раздолбается эта зеленая, я снова вернусь к этой сумочке. Ну, и тут такие китайцы, японцы, не знаю кто уж, это восточные какие-то народы. Вот такая вот сумочка. Мне она очень нравится. Вот еще одна сумочка, летняя. Я в ней таскала ноутбук. Ну, ноутбук, конечно, это свой. Похоже такая на девочкину юбочку. С такими рюшками. Вообще, я думала, что этой сумочки уже нет. В помине. Вот здесь кармашек. Мы его расстегнем. Я помню, почему ее, точнее, я вспомнила, почему ее забросила. Вот здесь у меня дырочка образовалась. Ну, в принципе, эту дырочку можно зашить. Плюс еще как раз пришла зима на тот момент и мне кажется, я купила, или мне подарила родня эту сумку с кошкой, или что-то в этом роде. Тут такие интересные ручки. Я с ней ездила еще в Пьет, помню. Она нигде не порвалась, кроме этой подковки. Тут карманчик под телефон и еще карманчик под телефон. Видимо, как знали, что у меня будет два телефона. Один для сессии, другой для дома. Ну, вот тут вот так она, конечно, уже в таком виде. Тут у меня трава какая-то даже видно. Ручка она малоиспачканная. распачканная. Большое отделение. Сама как раз эта сумочка и... Что у нас тут? Даже два отделения, потому что она разделена как раз вот этим кармашком напополам. Примерно так же, как вот в красной или в желтых сумочках. И отделение еще обычное такое, ну, на стеночке со змейчкой. Сейчас мы его проверим на действенность. Да, и там тоже дырочка. В общем, раз отделение, два отделения, три, четыре, пять, шесть, семь отделений. Вот такая сумочка-юбочка. Тоже как-нибудь я с ней потаскаюсь. К тому же, учитывая, что я сейчас не таскаю с собой нетбук, и, соответственно, ей не придется напрягать саму себя. Так, все-таки мне придется встать. И этот завал из сумок обойти. Все, последние четыре вещи. Это и фрошетская сумка. Так. Она как раз с тем вот полотенцем, которое у меня классно такое, кажется, я все-таки делаю его в обзоре. Может быть, даже эта сумка попала в обзор. И вот те самые голубые овощи, которые у меня были в последнем видео про баночки. Дерек. Такая большая летняя сумка. Эту сумку на удивление я оставила себе. Хотя очень-очень много сумок отдоложили подобного типа. тут никаких смеечек. она просто вот такие ручки. Довольно удобная. Нетканный материал. что-то такое вот хрустит даже любителей звуков. Если бы я говорила потише и шептала, то, наверное, эти звуки бы вместе с этим сочетались. Кстати, ручки похожи как у той белой сумочки-юбочки. Вот тут фиолетовая сумка у меня вылазит. Я с ней, кажется, ходила только отсила один раз. Я покупала года два или три назад на Али. Не поверьте, за 150 рублей где-то так. И я боялась, что она, конечно, много не выдержит. Но я не знаю, может, она и все-таки выдерживает много и еще и не ходила с ней вот такие ручки. Вообще, я не люблю дутоши. Но это... Вообще, я советовалась с Димой. Дима вряд ли меня смотрит, но на всякий случай Дима, тебе привет. В общем, и мы пошли с мнением, что она фиолетовая, она прикольная и надо ее купить. Вот здесь что-то такое блестящее под кожу. Сама по себе. Ну, понимаете, тут, конечно, ниточка торчит. Она торчала и вытащилась. Так. А, вот что минус этой сумочки. Тут одно маленькое отделение. Кармашек. Со змеечкой. Я сама-то уж не помню. Мне легче ли вот так делать. Да, тут только одно отделение со змеечкой. И большое. И все. В этом плане она несколько неудобна для меня. Я бы, наверное, ее таскала с какой-нибудь косметичкой внутри. Под мелочок. Хотя, в принципе, туда подозреваю, все-таки войдет паспорт. Или что-то типа того. Хотя нет. Он может и войдет. Не знаю. Паспорт далеко, за ним лезьте надо, чтобы пробовать. И вот я тоже, кстати, люблю фиолетовый цвет. У меня в свое время была фиолетовая кофта, фиолетовые топики, что-то такое. Вообще, у меня был такой период, что я несколько лет носила все розовое. И любители по типу богини, кстати, богиня, богиня, или как там вас еще, вы для меня не новость. Вот в 2009 году, то, что было в 2010, это был, конечно, для меня пихец. И я такая еще зеленая была в интернете, ничего не понимала. И для меня это было как-то шоком. А так, это вы уже детский лепет. Я ничего нового не узнаю от вас. Особенно из того, что вы там говорите про мою внешность. И вот у меня был розовый прикид. Меня, соответственно, все мои друзья, так называемые, в кавычках, как потом выяснилось, фотографировали, фотографировали со мной, выкладывали вконтакте, на разных страничках и обсуждали меня. Примерно в таком же стиле, что и вы, богиня. Я не буду на вас больше давать ссылку. Я думаю, кому надо, вас и так найдут. Последние две мои сумочки, это вот это вот, это разочарование от Ифра Шета, про которую я говорила. Качество испортилось. Чуть больше килограмма я таскала. Ну, в общем, допустим, пол-литра минералки, зонтик и всякая мелочь вместе мыть с кошельком. И, допустим, фотоаппарат. Вот она побольше вот этой сумочки. По типу такая же, тоже как рюкзачок. Здесь можно увеличить за счет вот этого стильной, типа подсоединить сюда, но она вроде как увеличится. Так, вот здесь она закрывается, вот так вот затягиваться. Я завязываю на такой узелок, иначе, потому что оно может просто соскочить. Сейчас я это развяжу. Вообще, я записывала видео уже с этой сумочкой, но у меня, так сказать, минуты записи закончились, и я заметила уже поздно. Поэтому перезаписываю заново. Вот здесь она закрывается на змейку, в отличие от моей. Змейка куценькая такая и совершенно неудобная не к месту. Внутри у нас только два кармашка. Один вот такой, ну, как вот по размеру под два телефона. А другой просто под телефон. Точнее, один кармашек под телефон, а другой в два раза больше его. Никаких кармашков на змейке или еще что-то нет. И вот просто большое такое деление. И вот тот самый минус. Вот здесь, я надеюсь, его будет видно. Здесь оно нигде не видно, но снаружи оно чуть-чуть порвалось, и уже видно, что еще чуть-чуть потянешь, и оно может там вот пойти пооторваться. Так, хорошая сумка. Я бы, конечно, с кем-нибудь, может быть, кому-то отдала или поменялась. У Женьки вот точно такая же, но у нее, кажется, Женька может меньше закидывает, но у нее, в общем, она еще вроде как в кондиции не порвалась. Тут вот торчит нитка. И это и фраше называется. Вот здесь у нас Родье. Вообще написано R-O-D-I-E-R. Но R на конце обычно не читается, в французском потому Родье. И вот такая вот хренатенька. Я бы тут даже за шоколадку отдала, но в таком, из-за вот этой вот штучки, то, что он срывется, это все-таки не цивильно кому-то что-то такое отдавать. Может быть, я с ней еще похожу. Может нет, но, в общем, пока она у меня лежит. И последний это мой рюкзачок, который шила мне Инка. Вот как раз там Адам, которая училась с моей мамой и та, которая любит пришивать всякую хрень, чтобы, типа, не сделанная руками. Хотя, вроде, одно время считалось, что если сделанная руками, то это клево. Вот тут у меня, в общем, вот такой вот рюкзачок. Тут у меня донышко. Я не помню, она это делала, это все-таки дедушка прошивал, это еще при дедушке может успелось. Так, вот здесь у меня карманчик, потом еще карманчик. Ну, понятно, что это сделано из джинсов, из джинсового как бенди-зона. Здесь, соответственно, вот такие ручечки. Кажется, что они маленькие, но на самом деле, в принципе, вполне на меня хватает этого. Вот здесь у нас Gloria джинс, а дальше у нас что-то такое Natur Classic, Basic Basic System. Ну, это уже совсем не Gloria джинс. Тут тоже все равно еще, видимо, вот я сейчас только поняла, что, видимо, этот комбинезон был все-таки частично из Gloria джинс, точнее полностью из Gloria джинса. Вот эту хрень она уже потом нашила. Вот такая ручка не очень удобная. Не совсем то, что я хотела. Вот в этом минус ее. И тут был красный ремешок, но он очень быстро порвался, поэтому я сюда вставила кожаный ремешок, уже не помню от чего. И внутри, соответственно, ни одного кармашка. Я с ним ездила два раза в Москву, когда гуляла с Димой. И в последний раз, когда я вот в прошлом году приезжала, я поняла, что вот он здесь вот порвался прямо по шву. Но, в принципе, очень удобно. Может, конечно, можно это как-то залатать. Я еще не пробовала. Еще у меня была одна сумочка сшитая, точнее, связанная из квадратиков моей знакомой бабулькой, которая приезжает в Ескино. Я сейчас, конечно, нажму на паузу и попробую ее найти. Если достану, то допишу видео до конца. В закромах родины я обнаружила еще несколько косметичек и вспомнила про кое-какие сумочки. Вот такая косметичка. Это вдовесок к Ифрашевской туалетке по типу натурель. Я точно не помню. По-моему, это была ретропекаль. Или не ретропекаль. Но что-то вот похожее на ретропекаль, потому что ретропекаль мне точно попалась. Попалась она мне по меняшках. Я тогда менялась натурельно на ретропекаль. В общем, такая вот косметичка от Ифраши. Сейчас у меня здесь находится всякая гребедень. Ну, там лески, которыми я не часто пользуюсь. Ну, типа вот такого. Или вот такого. И она у меня стояла в шкафу. Еще две косметички. Вот такая. Гепомерц. Это мне что-то в ней дарила моя падрочка любимая. Вот с таким цветочком. Даже это не цветочек, какой-то лепесточек розовый. Вот такая вот косметичка. Прозрачная. А, да, у меня здесь была английская какая-то заварочная штучка с шариком. Ситечка. И еще вот такая прозрачная тоже от Падры. Я хотела ее взять с собой в этот самолет, когда поехала, но у меня несколько не вмещалось то, что я в нее хотела положить. Ну, и теперь у меня, если я вдруг куда поеду, есть маленькие, маленькие баночки. Частично благодаря Ксюшке. Ксюшка, если ты меня все-таки смотришь, вдруг ты такой вот мазохист, и решишь посмотреть, то привет тебе. Вот такая косметичка. Еще у меня было, точнее, есть две сумочки обезьянки. Покупала на Лайте год назад спинка однокласски. Ну, на самом деле, они мне обе обошлись как, точнее, одна мне обошлась за 900 чем-то рублей. Ну, во-первых, на сайте она была вот такая большая. Пришла вот такая вот маленькая. Чуть ли не кошелечек. Плюс внутри она была порвана, и там от ручки был след. Вот тут след от ручки, она вся вот, я ее зашивала даже, тут была дырочка. Ну, и мне это не совсем понравилось по качеству. Я написала, ну, я думала, что они мне вернут деньги, они в результате сказали, знаете, мы вам пошлем джуку, и она будет нерваная, она будет большая, нормальная, и все такое. Ну, и прислали точно такую же. В общем, мне обе обезьянки вышли по 450 рублей. прислали точно такую же и в плане размера, и точно так же, видать, вся серия такая была. От ручки что-то тут, и тоже с дырочкой. И тут даже шов расходился. Ну, в общем, вот такой же вот писец маленький урос. Ну, только что это обезьянка с куцым хостиком. Только это их спасло. Так, я еще нашла некую сумку, которую мне дарила сестра ручки. Тут уже другие. Это мне еще пришивал дедушка. Причем уже вторые ручки. Она классная, но минус был, что там рвались ручки стабильно. Я даже уже не знала, что она у меня есть. Она, оказывается, полетла, она и есть. Так, тут карманчик. Закрывается она на молнию. Не знаю, кожа не кожа, но она грясет. Так, вот здесь у нас отделение. Потом опять классическое в таких сумках отделение на молнии посередине. Еще одно отделение и отделение на резиночке такое нашитое. В тот момент, наверное, тогда еще не было этих сотовых телефонов, потому что, ну, вот как-то так. В общем, она очень удобная. Вот такая вот сумочка. Ну, что за минусом, что вот ручки уже там непонятно из чего. Вот. И, значит, те сумочки, про которые я говорила. Вязала мне бабулька крючком. Такой мейтхед. была там тряпочка, в общем, из всего, что я, кажется, я ее только сшивала. Да, она мне, или она сама, я уж не помню, да, она, кажется, мне уже сама ее связала. Или все-таки я ее сшивала по контуру. Это я уже не помню. Но точно помню, что я пришивала вот эту вот ручку. И она все-таки не особо так вот на то, чтобы там очень много на нее накладывать. Я с ней ездила в последний раз, когда я выступала на Людях, два года уже, можно сказать, назад, в Карабиху. Летом в Ярославле это было какой-то 2014 год, кажется, да. В 2014 году меня пригласил Владислав Шашкин, причем в то место, где я на тот момент 9 лет назад дебютировала. Сейчас это уже было 11 лет назад. В 2005 году я там выступала первый раз на большой сцене в роли Пита. Или про Лаика, точно не помню. Ну и там должен был выйти какой-то сборник, но я как-то уже больше не контактировала с Лид, с Верой, поэтому я не знаю, вышел он, не вышел. Если вышел, то где его взять? И вообще я ленивая, чтобы там писать кому-то и что-то узнавать. Вот такая вот сумочка. А еще она мне вязала два года назад под рюкзачок, но у меня все не доходили руки этим заняться и доделать, потому что я вдруг начала разбираться в своем барахле, то, что у меня накопилось за время учебы, то, что я хотела прочитать, то, что у меня были какие-то распечатки и прочее, прочее, прочее барахло. Вот, значит, это такой кошелечко она мне сшила и связала. Вот он завязывается вот так и он должен был быть внутри сумочки, которую я пока еще не доделала. Вот она уже связала, причем сделала мне подкладку, ну и предупреждала, что нитки старые, то все сделано так вот, вот все-таки вручную и тому подобное и больше много туда не накладывается. Она сама, кстати, по себе тяжеловатенькая такая. Она мне пришила красную подкладку и сделала дырочку, чтобы можно было просунуть ниточку, завязывать и прошить. Ну, я может, вот я все-таки ее достала, может быть, все-таки я соберусь и может неделю через две или в ближайшую неделю на этой неделе если у меня так торпит, доделаю ее, доведу до ума там, потому что еще где-то есть веревочка, это ниточка, вязочка, еще что-то. Вот это вот то, зачем я лазала на верхотуру. И немножко порекламлю саму себя. А еще дам пищу товарищам с БАК и не ОРК или как-то так. Вот то, что у меня в моем последнем видео по фотографиям было. Ссылка на этот журнал моя первая печать в муглической прессе. На самом деле меня печатали с моих 17 лет в областной газете «Юность» в течение четырех с лишним лет и прозу, и лирику. Ну, рисунок, соответственно, не мой. И там девушка, которая решила, что, ой, надо это напечатать. У меня там еще дифирамбела однокраеведческая женщина, очень интересная. Но не суть. Ну, и она решила там чуть-чуть подправить. В ссылке под тем видео с фотками именно оригинальный вариант. Ну, и рисунок был жуткий, конечно, я рисовал ходоков. Я делала свой рисунок, но мой рисунок почему-то не прошел в цензуру. А этот ужас прошел. И вот это вот первый номер в «Угличе поле». Это такой раритетный номер. У меня еще мой ночрук, то бишь преподаватели по курсовику и по диплому все пытались этот номер где-нибудь найти и стабильно через меня. Но у меня, не знаю, два тогда было этих номера или один, но, в общем, ей ничего не удалось. Или вот этих у меня было два номера. Кстати, заложила. Тут тоже у меня был такой какой-то стишок, причем, кажется, я его буквально из пальца высасывала, но почему-то именно высосанный из пальца стишок прошел. Посвященный царевичу Дмитрию. Это позор. Лично мой, наверное. Тут вся страница была посвящена именно вот этому царевичу нашему Дмитрию. Вот так. Ну и, наверное, да, с Родистом Христовым на этом все. Возможно, я что-то забыла сказать. Да, кстати, девочки, я там прочитала ваши, как бы цивильно и культурно сказать, ваше стихотворение на тему моего. Ядно-Ядно было на самом деле ответ на стих Вадима Фомина, он же Экстази Афлайн, он же Некрактировка, куча-куча-куча его никнеймов и его там каких-то музыкальных групп. У него тоже что-то такое было. Если я найду это стихотворение, то я сделаю ссылку под видео. Ну, я прочитала ваше творение. Видите, я вас подвигла на стихоплёдство, на изучение того, что есть такой музыкант Тобиа Саммит, именно С, а не З, как вы думаете, то, что там еще что-то есть. И по поводу очков. У меня очки на минус 7,5, вот это точнее вообще минус 13 у меня с половиной, а линзы у меня именно вот на этих очков. Смотрите, у меня без очков. на минус 5,5 и не каждая оправа выдержит минус 5,5. Так что, и да, кстати, оправа у меня на самом деле очень дорогая, эти очки мне обошли в свое время в 5 тысяч. Так что, то, что вы предлагаете, это не совсем по делу. И линзы мне нельзя носить по некоторым причинам, в том числе и медицинским характеристикам, и в том числе в основном из-за той аварии, которая произошла 8 октября 1999 года. И на этой все-таки радостной ноте, я вам тут рубль нашла. Я с вами прощаюсь, если вы меня досмотрели до конца, то огромное вам спасибо и до новых встреч, пока.